В Архызе отметили Всемирный день туризма. Дал старт празднику министр экономического развития России Сергей Назаров, премьер-министр Карачаева Черкесии Мурат Аргунов и генеральный директор управляющей компании Архыз Роман Киранчук. Еще в этот день объявили о предстоящем конкурсе для жителей республики. Это возможность участия в выборе символа для всесезонного курорта Архыз. Альбина Ламкова продолжит тему. В летний раз за три за сезон приезжаю, с палатками ночуем, с ребятами. В зимний сезон раз за два покататься на лыжах. Очень круто здесь. Мне очень нравится, как обустроили это место. Что-то напоминает, как за границей, в Андорре. Счастье не за горами, а в горах, говорит Роман. Он за активный отдых, а Архыз – идеальное место для этого. Каким спортом занимаетесь? Я сам в футбол играю и также бегаю в марафоны. Здесь недавно, в Архызе, 28 июня бежал 33 километра, пробежал 45 из 500. Во Всемирный день туризма для гостей праздника подготовили разнообразную программу. Туристы могли совершать увлекательный подъем и спуск по канатной дороге со скидкой 30%. А на территорию Оландского христианского историко-культурного музея, расположенного в Зеленчукском районе, в этот день можно было попасть абсолютно бесплатно. И много других интересных мероприятий, в которых можно было принять участие. Перед объявлением конкурса о выборе символа курорта Архыз, официальные гости ознакомились с ходом подготовки курорта к горнолыжному сезону, осмотрели новые объекты и оценили техническую готовность новой канатной дороги «Орбита». Затем осмотрели и ознакомились с площадкой, предназначенной для строительства аэропорта, в ходе которого управляющая компания аэропорта регионов презентовал схему генерального плана объекта. Его возведение планируется начать в 2026 году. Ожидаемый пассажиропоток – 2 миллиона человек в год. Кроме того, благодаря реализации проекта будет создано более тысячи новых рабочих мест. После осмотра площадки проведено совещание, где участники обсудили реализацию дорожной карты по строительству аэропортового комплекса. В том числе были затронуты вопросы развития обеспечивающей инфраструктуры, реализация которой требуется для строительства, эксплуатации и развития аэропорта. У нас Кавказ на сегодняшний день, очевидно, стал такой туристической меккой, потому что туристический поток на Кавказ растет достаточно высокими темпами, свыше 20% за последние годы он прирастает. И одно из мест, наверное, уникальных и привлекательных – это вот данное место, данная территория, где мы находимся, курорт Архиз, на самом деле, каких-то 10 лет назад тут ничего не было. Строительство и развитие курорта Архиз идет быстрыми темпами. Это одна из перспективных точек российской генерации для горнолыжного курорта. И самое прекрасное, что он стал не просто горнолыжным. На сегодняшний день туристический поток летний и зимний сравнялся, сказал Сергей Назаров. Поздравился Всемирным днем туризма и председатель правительства республики Мурат Аргунов. Туризм очень важный для нас аспект экономики. Мы понимаем, что развитие туризма с каждым годом, Сергей Макарович тоже отметил, во всей России растет по 20% каждый год. Важный аспект в развитии туризма – это повышение качества оказываемых услуг в сфере туризма. И над этим мы очень сильно работаем. Спустя 10 лет и курорт Архиз отмечает свой юбилей. И в этот день, в День туризма, мы приурочили запуск конкурса, в котором приглашаем всех поучаствовать. А именно, присылайте свои работы, свои творческие замыслы с целью выбора талисмана нашего курорта. Конкурс продлится два месяца и принесет интересный опыт общения с жителями региона и откроет среди них новые таланты, сказал Роман Керанчук. В рамках подписанного соглашения между филиалом Российского общества знания и Романом Александровичем Керанчуком, это генеральным директором курорта Архиз, мы проводим сегодня мероприятия. Мероприятия приурочены к Дню туризма. Сегодня мы приехали целой делегацией. Мы проводим это в партнерстве с Северокавказской государственной академией. Сегодня и народные танцы, и мастер-класс к танцам. Здесь каждый найдет что-то по душе, будь то активный отдых, красивые виды или же просто поправить свое здоровье. Поэтому неудивительно, что у туристов горы пользуются популярностью и становятся любимым местом для отдыха. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Архиз.